Добрый день, уважаемые зрители канала! Мы продолжаем изучение методов искусственного интеллекта. В частности, мы продолжим изучение метода нечетких множеств и моделирования с помощью нечетких множеств. И сегодня, в продолжении нашего предыдущего занятия, мы поговорим о конкретных нечетких моделях, которые позволяют нам решать задачи, которые возникают на различных производствах или в окружающем нас мире. Структура нечетких моделей выглядит следующим образом. То есть, у нас имеется ряд переменных, которые воздействуют на систему в качестве входных переменных, и на выходе формируется некоторая величина y. Если раскрыть эту нечеткую систему, ее можно представить следующим образом. То есть, те переменные, которые у нас измеряются в реальном мире, в реальной системе, они подвергаются на входе нашей нечеткой модели процедуре фазификации. То есть, из этих переменных мы делаем нечеткие множества. То есть, то, что на входе у нас выглядело в чистом виде сигналами, какими-то данными, то в ходе процедуры фазификации они уже превращаются в некоторые величины, связанные с нечеткими множествами. Точнее быть, они представляются в виде некоторых функций принадлежности. Далее эти функции принадлежности уже попадают в так называемый блок, который связан с выводом информации и базой правил. То есть, вся та информация, которая у нас имелась в этой системе, то есть и эта информация, и эта, здесь она моделируется с помощью каких-то определенных правил. Каких именно, мы поговорим ниже. И на основании этой базы правил у нас выходная величина также формируется в виде некоторого нечеткого множества. Далее это нечеткое множество, которое было получено на выходе базы правил, отправляется в блок, который называется диафазификация, чтобы уже из нечеткой информации нам получить так называемую четкую информацию. Все, что мы представили здесь в виде структурной схемы, у нас называется вот такой системой MISO, Multiple Input и Single Out. Это более такая обобщенная система. Помимо таких систем у нас бывает SISO системы, то есть Single Input и Single Out, и также бывают MIMO системы. То есть когда бывает несколько входов и несколько выходов. Но такая самая распространенная система это вот такая MISO система. Далее одним из наиболее распространенных методов моделирования наших систем, то есть модели, которые устанавливают взаимосвязь между входными переменными и выходными переменными в виде нечетких моделей, является алгоритм MAMDANI. Это наиболее такой широкий, хорошо себя зарекомендовавший алгоритм, который позволяет решить большое количество задач. Алгоритм MAMDANI нашел применение в первых нечетких системах автоматического управления. Был предложен в 1975 году английским математикам MAMDANI для управления паровым двигателем. Формирование базы правил системы нечеткого вывода осуществляется в виде упорядоченного согласованного списка нечетких продукционных правил в виде «Если А, то Б». В качестве А и Б здесь нужно понимать некоторые нечеткие множества переменных. Фазификация входных переменных осуществляется описанным выше способом, так же, как и в общем случае, построение системы нечеткого вывода. Дефазификация проводится методом центра тяжести или центра площадей. Вообще, когда мы изучаем методы нечетких множеств, нечеткого моделирования, все эти понятия, связанные с дефазификацией, фазификацией, они также должны быть изучены. На самом деле это не сложно, просто это методы, которые позволяют нам формировать из так называемой четкой информации нечеткие множества, если мы говорим о фазификации, когда мы уже переводим нашу нечеткую информацию в так называемую четкую информацию, мы используем методы дефазификации, существует несколько методов, об этом мы поговорим позднее. Теперь давайте поговорим о сущности модели Мамдани. Модель Мамдани представляет собой множество правил, где каждое правило сдает в указанном пространстве некоторую точку. Допустим, у нас на входе действует вот такая вот переменная. Вот такой вот единица измерения, то есть это некоторая линейная плотность. И данная переменная состоит из трех нечетких множеств. Вот А1, А2 и третье множество А3. Далее, на выходе у нас формируется еще одна переменная, которая связана с градусами Цельсия, допустим. И эта переменная связана с тремя своими соответствующими нечеткими множествами. Вот мы видим. В таком вот виде они представляются. И теперь с помощью модели Мамдани нам нужно установить между ними взаимосвязь. Взаимосвязь, она оценивается экспертно или наблюдается на каких-то экспериментальных исследованиях. Но, тем не менее, эта закономерность существует. Пусть она не представлена в виде некоторой строгой математической модели, но ее поведение четко можно характеризовать с помощью таких нечетких моделей. Итак, для этого формируется так называемое правило с помощью модели алгоритма Мамдани. Допустим, правило первое. Если х, то есть наша входная переменная, попадает в нечеткое множество а1, то у, наша выходная переменная, она, видимо, находится в нечетком множестве b1. Второе правило. Если х содержится в а2, то тогда у должно содержаться в b3. То есть та информация, которую мы получили в ходе изучения. Теперь мы, составив для каждой эксперименной нечеткие множества, мы формируем эти правила. Третье правило. Если х содержится в а3, нечетком множестве, то у пусть содержится в b2. Вот такая сложная зависимость. И вот эти вот правила, выстроенные таким вот образом, формируют суть модели Мамдани. Давайте теперь рассмотрим более конкретный пример. Это контроль меркоптанов в природном газе с помощью нечеткого алгоритма Мамдани. У нас задана концентрация меркоптанов в природном газе, которая измеряется, допустим, некоторым хроматографическим анализатором. Вторая переменная на входе – это время воздействия меркоптанов, то есть длительность, насколько длительно меркоптаны находятся в нашем природном газе. И третья выходная переменная – это воздействие на запорно-регулирующую арматуру. То есть в зависимости от того, насколько концентрация велика и время действия ее велико, запорная арматура должна ограничивать количество газа, который отправляется потребителю, допустим. Для этого у нас формируются следующие лингвистические переменные. Собственно, они и заданы у нас. Вот они, лингвистические переменные, но представляются в виде своих терм-множеств, нечетких множеств. Для концентрации, значит, у нас существует нечеткое множество 1, высокое содержание сероводорода, а слегка высокое содержание сероводорода, а 3 – очень высокое содержание сероводорода, и длительность воздействия состоит из следующих терм-множеств. Это B1 – длительное воздействие, B2 – слегка длительное воздействие, B3 – очень длительное воздействие. Ну и наша система должна работать в соответствии с теми нечеткими правилами, которые мы составим, используя алгоритм Мамдани. Первое правило. Если концентрация будет содержаться в нечетком множестве А1 и время воздействия будет содержаться в нечетком множестве В1, то Y должно прекратить поставку газа. То есть полностью арматура должна быть перекрыта. Р2. Если Х1 содержится в А2, а Х2 содержится в В1, то уменьшить поставку. Допустим, такая задача. Если Х1 содержится в А3, а Х2 содержится в В1, то опять прекратить поставку. И так далее. Мы, сочетая всевозможные нечеткие множества для первой и второй переменной, мы делаем некоторые действия с нашей выходной переменной. И таких правил будет, конечно, сколь угодно много для того, чтобы полностью перекрыть все возможные варианты для решения нашей задачи. И вот так вот это работает. Вот эта информация затем отправляется в так называемый блок, где будут сформированы нечеткие правила. И когда переменные будут попадать в ту или иную нечеткое множество, у нас на выходе переменная Y будет принимать те значения, которые нужно, чтобы выполнить эти действия. Так работает алгоритм Мамдани. Но обобщением алгоритма Мамдани является алгоритм Тагаки Сугена. Это более совершенный алгоритм, о котором мы поговорим позднее. Где можно составить такие модели? Допустим, это можно сделать с помощью MATLAB. В нем имеется приложение, которое называется Fuzzy Logic Toolbox. Вот в нем мы здесь формируем для каждого входного и выходного нечетких переменных. То есть составляем здесь нечеткие множества. Вот таким вот образом. То есть выбираем модель. Затем для каждой из нечеткого терма мы формируем их границы. Для каждой переменной входной, выходной это делается. Ну и затем вводим правила. Есть специальный редактор для ввода этих правил. Все возможные правила, которые можно наблюдать из эксперимента или получая информацию от эксперта, мы редактируем в этом редакторе. И на выходе мы получаем некоторую поверхность, которая полностью отражает зависимость между входными и выходными величинами нашей модели. Вот таким вот образом у нас работает алгоритм Мамдани. Я надеюсь, что данное видео было полезным. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Всем успехов!